Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачева Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. 33 года назад из Афганистана была выведена последняя колонна советской армии. В парке Победа Черкеска возложили цветы к памятнику воинов-интернационалистов. Установка на автомобиле подложенных государственных регистрационных знаков влечет наложение административного штрафа. Таких нарушений в республике с каждым днем все больше. Несмотря на все гонения, на все страдания, они веру свою сохраняли. В соборе свидетеля Николая Чудотворца развернулась экспозиция, посвященная репрессиям духовенства. Полвека своей жизни он посвятил службе в правоохранительных органах. С 80-ти летний юбилей отметил почетный ветеран МВД Ильяс Татаркулов. Сегодня день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. К воинам-интернационалистам, ветеранам афганской войны, жителям Карачао-Черкесии, обращается глава республики Рашид Тимреза. В войне, которая продолжалась без малого 10 лет, приняли участие более 1200 наших земляков. В этом жестком конфликте погибли свыше 14 тысяч советских солдат и офицеров, среди них 42 жителя Карачао-Черкесии. Дали от дома наши военнослужащие честно выполняли долг, отстаивая интересы Отечества, проявляя мужество, отвагу и героизм. Мы чтим памяти воинов-афганцев, многие из которых не вернулись с полей сражений. С почтением относимся к тем, кто, получив тяжелейшее ранение, продолжает хранить память о павших бойцах. Прошло уже 33 года с тех пор, как последняя колонна советской армии была выведена из Афганистана. Но время не ослабило память о тех, кто честно и самоотверженно выполнял свой интернациональный долг. Среди них и наши земляки. В этот день по традиции возлагают цветы к памятнику воинов-интернационалистов и вспоминают их заслуги. И сегодня в Парке Победы Черкеска состоялось памятное мероприятие с участием членов правительства, депутатов, ветеранов-афганцев, представителей общественных организаций. Подробности у Али Баташева. Более полумиллиона солдат и офицеров Советского Союза проявляли самоотверженность и доказывали преданность Родине. Тысячи так и не вернулись домой. Эта война стала страшной трагедией и для наших земляков. 42 воина-интернационалисты из Карачаева-Черкесии погибли в ходе боевых действий. Многие остались инвалидами. Для афганцев это, прежде всего, окончание войны. Матери перестали плакать по погибшим сыновьям. И, соответственно, с Афганистана перестали возить гробы. Раненые, коллеги, инвалиды, слепые, без рук, без ног. Поэтому это великое дело, когда в 89-м году, 15 февраля, вышел, как говорится, последний контингент советских войск из Республики Афганистан. Каждый год Назир Бастанов приходит сюда, чтобы возложить цветы и вспомнить боевых товарищей. Ему посчастливилось вернуться домой в 1986 году. Я лично сам писал рапорт, чтобы туда попасть. Тогда совсем другое время было. Тогда все старались. Все, кто не призывался, все хотели туда попасть. Все хотели показать, что они мужчины. Мать меня ждала. Дай Аллах ей здоровья. Немало слез пролила она, пока я там был. Здоровья ей всем матерям. Всем матерям здоровья. Все ребята, я знаю, что все, все вот из-за матерей в основном старались выживать и выжили. Был совершен обряд дуа. К памятнику воинов-интернационалистов возложили цветы. Али Баташев, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. В последнее время участились случаи фиксации административных правонарушений камерами фото-видеофиксации транспортных средств с подложными государственными регистрационными знаками. За прошедший год сотрудники госавтоинспекции составили 469 административных материалов в отношении лиц указанной категории. За истекший период 2022 года зафиксировано 140 фактов. Работа в данном направлении продолжается. Напомню, что установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных знаков влечет наложение административного штрафа в размере 2,5 тысяч рублей на граждан, от 15 до 20 тысяч рублей на должностных лиц и от 400 до 500 тысяч на юридических лиц. Также управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года. Госавтоинспекция обращается к гражданам, оказывает всесильную помощь сотрудникам в установлении таких нарушителей и сообщать о таких фактах в полицию. Использование подложных газоведов и подложных государственных регистрационных знаков связано с уходом ответственности за нарушение правил скоростного режима и других группах нарушений правил дорожного движения, которые напрямую влияют на аварийность и дорожную тяжесть последствий в дорожно-транспортном происшествии. Вести из оперштаба сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 40 121 человек. Из них 32 696 выздоровели, 498 человек госпитализированы. Ну а сейчас узнаем, какой будет погода на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 2,7. В горах до 13 градусов мороза. Днем 4,9 выше нуля. И местами минус 2, плюс 3. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 4,6. А днем 6,8 градусов выше нуля. В городе Черкесск пройдет белорусская распродажа. Обувь, куртки, буховики из натуральной кожи. Скидки до 70%. С 16 по 20 февраля. Центр развития предпринимательства. Улица Горького, 8. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. Домашние животные, оставленные без присмотра и бесконтрольно пасущиеся, нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Люди травмируются и погибают в подобных автовариях. Автомобилистам и самим безответственным хозяевам скота наносится материальный ущерб. Недавний случай произошел поздним вечером на федеральной автодороге «Кавказ». Водитель Лада Приора, 23-летний житель аула Аркин-Шахар, допустил наезд на лошадь, которая в темное время суток выбежала на проезжую часть. Двигавшийся по путам направлений водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и тоже допустил наезд на животное. В результате происшествия водитель Приора травмирован и был госпитализирован. Оба транспортных средства получили технические повреждения. Сотрудники ОВД выясняют обстоятельства и причины ДТП, устанавливают владельца лошади. Основными причинами этих негативных явлений является неконтролируемый выпас скота и другие нарушения требований республиканского закона о порядке выпаса содержания и прогона сельскохозяйственных животных на территории Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесской республике за последние два года зарегистрировано 319 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на домашних животных, которые находились без присмотра на дорогах республики. В результате дорожно-транспортных происшествий 4 человека погибли и 34 получили ранения различной степени тяжести. Установлена административная ответственность, начиная с предупреждения и до 50 тысяч рублей штрафа. Еще раз обращаемся ко всем владельцам скота. Не допускайте бесконтрольного выпаса животных, нахождение их на дорогах, держите их на привязи или огороженных территориях. Помните, что таким образом вы можете спасти чью-то жизнь. В соборе свидетеля Николая Чудотворца в Черкесске прошло памятное мероприятие, посвященное репрессиям духовенства 20-30-х годов прошлого века. Священнослужители Карачева-Черкесии эта участь тоже не миновала. Причем в числе попавших под директиву властей были представители разных конфессий. Экспозицию музея при храме изучал корреспондент Артур Махце. Несмотря на все гонения, на все страдания, они веру свою сохраняли. И уникальность в том, что они сохраняли и любовь не только к Всевышнему, но и к своим близким, отношения их с родными, любовь к своей родине. Их страна считала врагами, но они врагами не были. Священник Никольского храма в Черкесске Сергей Кузнецов рассказывает об экспозиции музея, которую удалось подготовить благодаря в том числе фонду президентских грантов. В памяти многих трагическая судьба духовенства в период становления молодого советского государства, репрессии, под жернова которых попали представители разных конфессий – православия, мусульманство, буддизма. В начале февраля в соборе святителя Николая Чудотворца традиционно вспоминают о защитниках веры, которые не прекращали оказывать окружающим посильную помощь, даже несмотря на гонения со стороны властей. Этой теме была посвящена и прошедшая в стенах храма конференция. Цель конференции – донести до молодёжи, до представителей будущего, что репрессии – это плохо, что нужно жить в дружбе, в согласии, не конфликтовать друг с другом, чтобы никогда в нашей стране не повторились эти трагические страницы, а именно гражданская война и революция. На священнослужителях Карачао-Черкесии трагедия отразилась прямым образом. То есть были закрыты храмы нашей современной республики, священники были репрессированы, отправлены в ссылки в лагеря и колонии. В этот день о жертвах репрессий духовенства вспоминали политики, представители средств массовой информации, общественных объединений, студенты, расположенных в черкесских колледжах. Кто-то знает о трагедиях по изученным историческим материалам, другие имели возможность соприкоснуться с прошлым благодаря рассказам родственников, переживших бессрочную ссылку и вернувшихся на родину десятилетия спустя. Почти каждая отдельно взятая судьба – это сплетение верности в вере, любви к родной земле, боли и обиды на несправедливость. Прошлым не стоит жить, но помнить о нём ради мирного будущего необходимо. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия. Свой 70-летний юбилей отметил почётный ветеран МВД России по Карачао-Черкесии Илья Статаркулов. Поздравить именинника пришли его друзья-сослуживцы, а также передали благодарность за непоколебимую службу перед буквой закона от министра внутренних дел Олега Мальцева. Подробности у Карчибиджиева. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Работа в правоохранительных органах действительно нелегка, а порой опасна, и представляет собой особый класс граждан, обладающих специальными знаниями и оточенной интуицией. Тем самым они обеспечивают правопорядок в нашей жизни. Один из таких героев Илья Статаркулов, прослуживший всю свою жизнь в правоохранительных органах на благо Родины. Он начинал рядовым участковым и постепенно поднялся до начальника отдела по Усть-Джигутинскому району. Сейчас ему 70, а его общий стаж службы составляет 50 лет. Почти половину своей жизни он посвятил букве закона. Собравшиеся коллеги поздравили юбиляра от имени министра внутренних дел России по Карачаевой Черкесии Олега Мальцева. Зачитали поздравления и вручили медали за особые заслуги. Ваша преданность Родине верно, слово и долгу всегда будут служить примером для малого поколения сотрудников органов внутренних дел Карачаева Черкесии. Ваш жизненный путь будет освещен теплом домашнего очага, вниманием, бескорыстной верностью друзей, любовью родных и близких. Министр внутренних дел Карачаева Черкесии, полковник полиции Олег Валерьевич Мальцев. Мы знаем и благодарны Ильясу Хазыровичу за ту помощь, за ту наставническую деятельность, которую он проводил будущим работником органов внутренних дел до ухода на пенсию. Ильяс Татаркулов был и является наставником для подрастающего поколения и долгим упорным трудом, поддерживая порядок непревзойденной работы в органах, считается примером для многих. Так о нем отзываются коллеги. Юбиляр также поблагодарил присутствующих друзей-сослуживцев за их внимание ответной речью. Работа в органах внутренних дел всегда была трудной и тяжелой. И в то время, когда мы работали, и в настоящее время. Я единственное желаю, хочу, чтобы все работники правоохранительных органов, уходя из дома, всегда постоянно возвращались с ценными, невредимыми своим семьям, чтобы они были счастливы. Собравшись вместе, родные окутали именинника любовью и заботой. Внуки приготовили свой особый подарок – именной торт для дедушки, пожелав ему неизмеримого счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Корча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был вторник Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Холодные берега». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»!